Добрый вечер! Рабочий день закончился, можно побеседовать, да, и поотвечать на вопросы. Солнце уже садится, и я почитаю такой вопрос. Здравствуйте! С юбилеющим вас! Спасибо за такие хорошие семена. Не раз заказывали у вас, все сходило и плодоносило на отлично. Желаю дальнейшего процветания и пополнения коллекции. Ну и вопросы, которые возникли по ходу. Первое. Отличается ли технология выращивания томатов на семена от технологии выращивания тех же томатов для урожая? Ну, собственно, как-то агротехнические, какие-то приемы какие-то специальные, их нет. Единственное, что это первые плоды смахровых цветков, у которых открыт пестик, с них не берут семена, потому что там очень велика опасность переопыления. То есть, у обычных цветков простых невозможно, насекомый не может долезть, пестик спрятан достаточно глубоко, не может она долезть и опылить. А вот этих раскрытых махровых цветков вероятность есть такая. Поэтому с них семена брать не нужно. Потом, когда мы выращиваем, например, только для еды, особо внешний вид не учитывается. А здесь нужно отбирать именно, я не скажу так, характерные для сорта, потому что характерные для сорта любитель не знает, знает только профессионал, который создал этот сорт. А здесь приходится отбирать хотя бы грубо как-то, нравится или не нравится форма, урожайность куста, его высота, его раннее спелость, что-то такое. Естественно, если вы все-таки сажали красные помидоры, а у вас получился один-два куста, один желтый, другой и оранжевый, то с них семена не брать, если вы хотите этот сорт дальше продолжать эксплуатировать и сажать его еще многие годы и делиться им. Если вы хотите какую-то свою линию вывести, вы можете с тех, которые отличаются от представлений об этом сорте, брать, дальнейший отбор вести и уже и называть по-другому. Эти сорта дальше уже будут вашими и продвигать их или для себя сажать. Бывает даже, что посадишь 20-30 кустов и один-два прям просто какие-то великолепные вырастают и по урожайности, и по размеру, и по вкусу. И, конечно, естественно, их оставляешь. Оставляешь уже для дальнейшего отбора как-то и даешь им такое же название, может быть, с добавлением какого-то слова. Ну и так далее. Вот, вчера публиковали, а нет, сегодня даже утром вышел как раз там вот про редис. Вот из трех сотен редисин одна выросла такая не характерного вида. Она такая была розовая, или даже малиновая с большим белым пятном, очень красивая. Можно было просто ее отсадить куда-то подальше и потом эту линию вести, и редис был бы с отбором вот как бы на такие плоды. Так что, в принципе, не отличается, но только тем, как вы себе представляете отбор сорта именно вот на семена. Так, следующий вопрос. Какие плоды нужно отбирать на семена? Ну, а я уже сказал, какие. Да, не первый и более-менее те, которые вы думаете, что они соответствуют этому сорту. Как определять кондицию плода? Можно его уже срывать на семена или еще нет? Ну, желательно дождаться его максимальной спелости, чтобы понять действительно, какого он цвета, какого он вкуса, да. И только тогда брать там от него семена. Это весьма желательно. Но если вы уже собирали с этого куста ранее плоды, и они были хорошие, да, например, уже поздняя осень, то и бурый плод, вот как называется, бурый, недозрелый, восковой там какой-то спелости, да, его тоже можно срывать, положить на дозаривание. Вот, семена будут иметь точно такое же качество, как и вот целиком спелый плод. То есть, даже, вы смотрите, даже вот зеленый помидор, зеленый, и вот он чуть начал буреть, вот чуть только начал буреть. Вот это начало побурения плода, это говорит о том, что семена внутри уже зрелые. Вот берите, для эксперимента можете, да, вот начавший только буреть плод, разрезайте, выбирайте семена, прекрасные схожи будут и все остальное. То есть, даже с бурых плодов можно брать семена. Как определять кондицию плода? Можно его уже срывать на семена или еще нет? Ну, вот Горитин, даже не читая вопрос, уже на него ответил. То есть, побурел плод, в принципе, уже можно. Лучше, конечно, дождаться там какие-то изменения происходят именно в возревании кожицы там сверху, да, но это какие-то такие мелочные, что ими можно, в принципе, пренебречь. Как собирать семена с комнатных томатов, на которых плодов немного? Я имею в виду, как правильно собирать семена, имея малое количество плодов. Точно так же, то есть, плод созрел, разрезаете его пополам, каким-то приспособлением вытаскиваете оттуда семена, сбраживаете в маленькой только емкости, да, и размываете семена, и подсушиваете, и все точно так же. Можно с одного плода взять, положить его там в какой-то наперсточек маленький, да, рюмочку, накрыть сверху блюдечком или таким же там стаканчиком. Он там два дня пройдет немножко, заплесневеет, скиснет, и так же промыть семена даже с одного томата. Это, в общем-то, никогда не было проблемой никакой. Не обязательно банку набирать вот прям с этой вот семенной жидкости вместе с семенами, да, перемешанной. Не обязательно, может, прям с одного плода. Ну, обычно там, ну, с пяти плодов берут. Выбирают, а остальное в салат режут и съедают. Семенные камеры идут на семена. Как оживить старые семена, если их очень мало? Например, достался какой-то редкий сорт. Всего пяток семян, и неизвестно, какого они качества. Как быть, чтобы получить с них хотя бы одно растение на семена? Значит, если семена не всхожие, то это, так скажем, может быть, в каких-то там лабораториях, да. Вот, кстати, а почему бы и нет. Доехать, кстати, это действительно жутко прям ценный сорт. Вот, доехать до какой-нибудь сельскохозяйственной лаборатории. Вот, обычно по проверке семян на всхожность их тут достаточно много. Вот, узнаете, где ваше ближнее, в каком городе. Приехать и отдайте эти семена, и попросить, чтобы они провели с ними там какие-то химические опыты, и они там взошли, да. Хотя, вряд ли это получится. Значит, что я могу посоветовать по этому поводу? Значит, я реанимировал семена десятилетней давности. Десятилетнюю. Ну, в принципе, они всходят и так, как бы тут от... Зависит от способа хранения. Если в холодном они лежали в сухом помещении, и не менялась, как бы, влажность, вот, они через 10 лет нормально сходят. Но, сам, ну, это, как бы, редкость, чтобы они хранились нормально, да. 15-летние, 17-летние один раз у меня были, но я все, что должен был с ними сделать, я сделал, и они у меня не взошли. Долго я искал сорт пушкинский, такой называемый. Ничего у меня не получилось. В общем, я и нашел семена, но они были с 17-летней давности, и, естественно, они у меня не взошли. Значит, стимулировать в домашних условиях реально, то есть, по-настоящему стимулировать можно только теплом. То есть, вы даете где-то около 30 градусов температуру. Оптимально нужна, нужна оптимальная влажность и оптимальный воздушный обмен в это время. Вот, достичь этого воздухообмена можно только в чашках Петри. Это вот, в которых, знаете, такие круглые, у них плесень в лабораториях выращивается. Это плоская чаша, когда закрывается крышечка, у нее там есть зазор, идет воздухообмен, и влажность идеальная именно вот для размножения вот этих всяких плесеней там, что это выращивают, бактерии всяких, грибов, да. Так вот, нужно, чтобы реанимировать, нужно обязательно эту чашку уметь. И температура должна быть около 30 градусов. Вот, семена. Они не сварятся. 30 градусов это такая даже низкая для них температура. Иногда дают даже до 50 градусов для семян, и тоже ничего страшного. Вот, но здесь обязательно, чтобы не меньше 30 было, да, а чтобы вот около этого. То есть, это где-то, я ставлю стул рядом с обогревателем электрическим, вот. Этот стул можно отодвинуть, подвинуть. Рядом у меня лежит такой пирометр электронный, который мерит температуру. И вот при 30 градусах у меня помидоры десятилетние всходят через неделю. Прекрасно все до единого всходят. Вот прям как, прям как настоящий. А когда начинает развиваться, и биологический процесс уже жизни пошел, семена дальше развиваются точно так же, как будто они свежие, там, в прошлом году собраны. Значит, самое главное, это температура повышенная, чтобы реанимировать старые семена. И самое главное, это вот эти универсальные чашки Петри. То есть, это плоский такой диск, чаша, да, сверху крышечкой такой же плоской закрывается. Туда внутрь кладется, ну, любая там салфетка, туалетная бумага, вот эти полотенца одноразовые. Вот этот вот слой, который увлажняется, сверху раскладываются семена на него. И в таком вот виде они прорастают там. Тепло, влажность и воздухообмен. Можно добавлять какие-то стимуляторы, да. Но здесь, так скажем, дозу этих стимуляторов любитель никогда не сделает правильной. То есть, она только ухудшит. А если у вас будет температура, воздухообмен и влажность нужная, да, у вас семена старые обязательно взойдут. И быстро взойдут. Ну, как быть, чтобы получить с ней хотя бы одно растение на семена. Не одно растение, а все взойдут, да. Расскажите, занимаетесь ли вы разгибридизацией интересных томатов, перцев, баклажанов. Нет, я не занимаюсь. Просто нет такой возможности у меня и желания сажать гибриды. То есть, я никогда гибриды не сажал, чтобы их потом разгибридизировать. Зачем это, я даже не понимаю. Гибриды все делают, так скажем, все-таки это какое-то научное учреждение, да. Какая-то фирма, агрофирма, куда там ученые люди собираются. Собираются, долго экспериментируют, чтобы вот этот один гибрид сделать. Несколько лет работают, экспериментируют, изучают. В общем, это жесть, конечно. И, естественно, им нужно максимально его продать. А кому его можно максимально продать? Не любителям, нет. Они его выращивают именно для фермеров и для агро-каких-то там холдингов. Им хотят предложить. А там совсем критерии другие. Там меньше вкуса, там больше урожайность нужна, технологичность, транспортабельность. Ну и вот все эти хранения. Я не знаю, зачем чудить и выращивать гибриды, когда помидоров у нас 20 тысяч сортов. Ну, около этого сейчас в мире. 20 тысяч. Ну что, зачем они нужны, эти гибриды? Так. Дальше. Так. И как это делается, если занимаетесь? Ну, я этим не занимаюсь. Как это делается, это абсолютно понятно. То есть, вы сажаете, берете вот этот гибрид, высаживаете его в следующий году. У вас там какое-то разнообразие получается, да. Ну, обычная селекция. Селекция выбираете, вам нужный, красивый, да. Его еще один год сажаете, а он опять весь разлетается на непонятное количество. Там, будут такие уроды потом. Вообще ужас. Вот. Просто я знаю, какие уроды в селекции применяются. Вот. Книга есть такая, у меня научная книга. И вот там все эти вот уроды, которые облучением их получали, вот радиацией, да, чтобы они там у них какие-то вот гены менялись. Химией травили их какой-то прямо жуткой. Чтобы тоже гены аж менялись. И все это вот такое вот преобразовывалось в страшные какие-то вещи, которые потом вот в гибридах этих принимали участие. И, в общем, знаете как, лучше в медицину не лезть и не смотреть, как это все происходит, операции. Да, вот. И также лучше не лезть вот в эту вот гибридную селекцию. Как там это все происходит? Что там с этими растениями делают? Вот. Лучше не лезть, а то потом кушать их не будешь. Так. И как это? Да. Иногда попадаются очень хорошие вкусные гибриды. Как сделать так, чтобы сохранялись свойства растений при заготовке семян? Никаких свойств при заготовке семян гибриды не сохраняют, если это не обман. То есть часто вот этот F1 ставит значок или пишут, что это гибрид наш, там запатентованный, ля-ля-ля. Ставят на обычный сорт. Для чего? Для того, чтобы защитить, и человек потом опять покупал эти семена и не пытался даже свои вырастить. Да, вот. И именно покупал, приходил каждый год, каждый год, каждый год. То есть это как бы деньги делают люди. Вот. То есть F1, это еще не означает, что это прям действительно гибрид, да? Так что, если сажаете, он повторяет у вас те свойства, значит, это не гибрид. А если это не гибрид, и это какое-то там вот запатентованное, да, то думайте, что это там вообще, да? И надо ли, если вам понравился вкус, этот один оставлять, а вот это 20 тысяч разнообразия помидоров почему-то откидывать. Может быть, просто поискать среди старых, надежных, хороших, проверенных сортов. Кстати говоря, мы же вот ВКонтакте ведем, я печатаю каталог, у меня еще каталоги есть интересные. Вы посмотрите, зачем вообще, зачем, что делала селекция все эти 100 лет? Если в том каталоге такое разнообразие, которого даже сейчас нет, а что делала селекция вообще, чем она занималась? Тоже можно об этом подумать, как бы, вот так вот. Она нужна была вообще, эта селекция? Когда уже вот в те года, сто с лишнего лет назад, да, все это было разнообразие, громаднейшее разнообразие. Мы многое утеряли из этого. А зачем селекция? Ну, как бы, можно же задаться этим вопросом, правда? Что мы вообще приобрели? Нет, фантазий, конечно, у нас много на эту тему, что мы, да, мы действительно приобрели, мы улучшили, и, там, я не знаю, там, повысили. А что повысили? Что улучшили? Тогда такие урожаи были. То есть, про урожайность же там тоже пишется. Что урожайность была выше. Что мы ничего бы не улучшили. Что болезней было меньше. Что химии никакой вообще не надо было, и все прекрасно росло. И биологическая вот эта вот стабильность какая-то в почве была. Ну, в общем, про это тоже, как бы, нужна ли она вообще, это была, селекция? Как бы, да? Ну, вот, современная, там, наручная селекция. Может быть, и не нужна была. Можно посмотреть, почитать, подумать. Так. Ага. Как правильно хранить семена, чтобы они сохранялись как можно дольше? Я уже отвечал на этот вопрос. Вот. Значит, хранят в прохладном помещении, а у нас таких нету. Значит, хранят на полу, внизу где-то. Первый год хранят просто в бумажных пакетиках. А со второго года, если совсем долго хотите, чтобы они хранились, можете герметично запаивать в пленку целлофан, в пакетике целлофановой, да? Герметично запаивать, либо не в вакууме запаивать, а просто запаивать. Либо зип такие вот пакетики небольшие, чтобы, там главное, чтобы влажность не менялась, вот не скакала. И тогда, ну, в два раза точно больше срок хранения будет. Нужно ли их чем-то обрабатывать? Обработка семян, ну, ей, может быть, не знаю, лет 50 только. А тысячелетиями люди семена никак не обрабатывают. Они просто заготавливали правильно со здоровых растений. В частности, помидоры, когда они вот закисают. Там всякие кисломолочные бактерии, да, они подавляют действие болезнетворных каких-то микроорганизмов, да, бактерий. Подавляют, это все, заразу. И потом это чистой водой несколько раз промывается, там ничего нет вообще. То есть никаких бактерий на семенах не может быть. Поэтому зачем их обрабатывать? Обрабатывают это, когда у вас громадные вот мешками ангары заполнены, чтобы там вот что-нибудь не завелось и все это не пожиралось. Вот обрабатывают. Такой гадостью, что в руку нельзя взять семечко. Так что вот обычные семена их, естественно, их обрабатывать никак не нужно. Вот такой вот вопрос один, со многими пунктами мы ответили. Спасибо. Это был Дмитрий Гусев, помидор. Дом помидоров, о помидорах с любовью. Захотите к нам на сайт, покупайте наши семена. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, колокольчик. Всегда рады видеть вас. И будем дальше обсуждать такие вещи. Околосеменные и околоселекционные. Спасибо. Спасибо. Спасибо.